Так, вы для себя. Так, Лилиечка, жизненный путь. Жизнь 14, да? Это уже очень важная жизнь. И что же она, куда же она ведет, куда она несет? В прошлой жизни тоже была женщина. Такое интересное сочетание. В теле женщины, живущая, улавливайте, в страхах, испытаниях, в каком-то коконе. Потому что я когда писала, это просто такая информация шла. Шла внутренняя борьба добра и зла. Вера и интерес, и вера вела ее по пути. Задача ее была прийти к любви к себе. То есть интерес к жизни был, и вера была. А вот внутренней любви не было. То есть человек делился любовью со всеми, но переступая через себя. Так, что и говорит у нас, что это, Юрочкин. Были проблемы, депрессии. Душа хотела стать доброй волшебницей, феей. Она стремилась к гармонии и красоте через партнерство. И в эту жизнь пришла с умением использовать информационные потоки. Восьмерка, с которой родилась душа, это умение анализировать материальное и духовное в этом мире. И тяга к духовным принципам. Душа творческая, желающая счастья и созидания. Наделена милосердием, состраданием, долг к предкам. Человек необычайно активен в своих талантах. Две восьмерки говорит о том, что он тоже не может с дважды руки сидеть. Ему хочется проявления своего таланта. И это еще две восьмерки, это дарение. Дарение другим. Любовь. Все, что я имею, я буду дарить другим. И даже больше, забывая о себе. И вот так как мы об этом уже знаем, мы не будем теперь уже о себе думать. Чтобы мы наоборот любили себя. Чем быстрее мы научимся этому, тем быстрее мы наполнимся любовью каждую свою клеточку. Тем еще больше и качественнее, чище будет любовь. И мы же ее и притягиваем от раку. Потому что желание всем нравится. Идти по пути божественного. Это есть. Потому что человек будет идти. Десять один – это число Бога. Человек будет идти по божественному пути. Тем самым, делая добро для себя и для других, он и будет нарабатывать то везение. Будут и подарочки, будут и люди притягиваться. Хорошая помощь будет из них. Главное – доверять интуиции и любви. Принимать перемены, которые тебя ожидают. Ангел-хранитель защитит и поможет, если к нему прощаться. Не забывай, что я есть Дух. И возле меня такие же Души желающие мне помочь. Они всегда рядом. Поэтому помнить и прямо обращаться к ней. Просто с любовью. Чаще разговаривать. Какой ты с собой разговариваешь? Точно так и с Ангелом. С любым вопросом обращаться. Потому что Ангелы, которые рядом, им важен каждый наш вопрос. Каждое наше желание. Для них нет ничего, которое бы бесполезно или еще что-нибудь. То есть они постоянно в таком ожидании. Кто же нас попросят? А для чего мы здесь? И мы так хотим дать любовь. То есть как вот такая некая игра с моим «Я» и с Ангелами, которые рядом. Потому что это как дополнительный приток энергии. Не нужно принуждать себя ни в чем. Проявляя любовь, ты увидишь свою карму и осознаешь, как работать с ней. То есть здесь число 23.5. Когда человек придет к тому, что он поймет, что было и что сейчас, и что мне с этим делать. То есть это и есть карма предыдущих воплощений. Понимание ее и исправление, и наоборот, улучшение ее сегодня и сейчас, дабы в следующее воплощение уже прийти как из них. Придется тоже пройти через искушение. Может какие-то внутренние страхи. Преодолеть внутреннего чертенка такого и принять сторону добра. Если вдруг там вам что-нибудь такого вылезет, он так хочет вылезти. Я не знаю, почему мне это слово пришло на ум. Я не знаю почему. Это только ты можешь сейчас узнать почему. Какое-то вот такое. Почему-то это первый раз оно у меня, честно. Я прям думаю, какой-то случай писать, что не писать. Но все-таки мне вот когда идет, мне надо писать. Мне нельзя интерпретировать по-своему как-то переделывать. Потому что я знаю, что это мне непонятно. А человек, который получает эту информацию, он обязательно найдет там внутри. Вот это его, это не мое. То есть пока я вот эту карму правильно не отработаю, да, следующая жизнь полностью не сможет раскрыться, да? Но ты сейчас понимаешь, в чем такая карма? Вот после вот того... Самое главное, скажи самое главное. Научиться любить кого? Себя. Вот это самое первостепенное. Все. Поработай с этим. Именно. Я тебе рассказала зарядку, как полюбить себя. Я люблю свои пальчики, я люблю свои пяточки. Я люблю свои... Когда ложишься спать, отдыхаешь, чтобы никто не мешал. Пальчики, пяточки, ножки, коленочки, бедра. Все, что ты... Вспомнишь, все внутренние органы. Сердце, печень. Все, что вспоминаешь. Глаза, нос. Долгунешь до волос. И в обратном порядке. И все со словом. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Ты знаешь, поделай каждый день эту зарядку. Ты просто посмотришь, что, во-первых, будет с тобой, как ты будешь меняться. И ты посмотришь, что будет меняться вокруг. Принимая все, что ты почувствуешь. Это правда. Это настолько такие изменения. Они для тебя первостепенные. Потому что многое, что есть уже, очень над многим не нужно. Но вот это я и пополнение энергии. То есть это две основные такие, что ты должна в принципе понять. Что любовь к себе, это же притяжение. Во-первых, это энергия дополнительная. Ты просто внутренний энергетический потенциал откроешь к себе. Да? И чуть-чуть больше пополняется божественно. То есть это намного легче и продуктивнее в жизни. Проявляя любовь, ты увидишь свою карму и осознаешь, как работать с ней. То есть это то, что я только что сказала. Человек учится общаться с мужчинами. Вот эта цифра, она с одной стороны, как идет магическое число. Ты обладаешь магическими знаниями. Они пришли из этой жизни. И сейчас захочешь ты быть магом, ты высказываешь намерение. Идет притяжение, и ты идешь по этому пути. Сейчас расскажу, почему. Стремление души к магическому учению. Но опять же, по желанию. Помощь будет. Потому что цифра 39, 12, 3. Это такая мощная тройная цифра, которая с одной стороны, они уже есть внутри там. Их научится бы вставать оттуда эти знания. А с другой стороны, хочешь ли ты этого. То есть, опять же, Бог нас наградил свободной волей. Я хочу, я буду делать. Я понимаю, для чего. Может сейчас, ты, конечно, в таком возрасте, я уже вчера говорила, формативном. Сейчас ты фармируешься. Ты набираешь со всех сторон эти знания. Так как я в своем рассказе захожу немножко вперед, как бы, да, ты потом поймешь, надо ли мне это, хочу ли я это. Потому что это все остается собой, ты будешь это все прочитывать. Принимай перемены. И все делай умеренно. Кстати, очень много. Вот слышите, одинаковые, да? Одинаковые цифры. Задача наладить отношения с мужчинами. И найти себе пару, и применяя все свои знания. Я не задала вам вопросы. По отношению обычно я всегда задаю этот вопрос. Особенно, когда явные цифры такие вот. У вас они настолько явные. Повторяющиеся цифры 16,7. Это и 8. Цифра 8. Отношения с родителями. Я так очень-очень легко, когда чуть-чуть коснулась этой темы, да, еще первый день, наверное. Ну, отношения у нас на одном сейчас уже, что-то сила. То есть решите этот вопрос. Это не обязательно должно быть тет-на-тет. Это не обязательно уже прямо вот ехать туда, прямо вот такие серьезные разговоры вести. Нет. Так как вы занимаетесь энергией, вы же понимаете, что энергия не имеет границ, да. Не важно расстояние. Поговорите с ними. Примите. То, что поймете сейчас, принимайте то, что понимаете сейчас. Если через несколько лет придут какие-то другие осознания, примите эти осознания. Просто поймите, что они есть, что душа выбрала именно их. Мы их принимаем, прощаем и любим. Просто любим. Такие, какие они есть. Это очень важно. Главное это осознать вот здесь. Искренне. И все. И вот эти отношения, они сами с собой наладятся. Вы увидите, как это... Вообще, это настолько... Магистраль, когда очищается между родителями и детьми, это настолько кайф, как классно. Это такой кайф просто. Самое простое, вот я делала так, я рекомендую, это очень просто, да. Игрушки. Если можете представить образ без нее, пожалуйста. То есть, вот, я игрушку садила, говорю, мама, измеренковально. Я вот вспоминаю постоянно вот такую, как бы, мне была неприятная ситуация с тобой. Ты-то мне то-то, то-то, да, а я тебе то-то, то-то. Ты знаешь, мне так от этого не... Я сейчас понимаю, почему это. Ты знаешь, я хочу принять и...